Как бы не был приятен отдых вблизи реки или озера, насколько бы не были вы уверены в своих силах и возможностях, не следует забывать об основных правилах поведения на водоемах. Сотрудники освода советуют также не забывать о том, что нельзя находиться на пляжах и водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя заходить в воду после распития алкогольных напитков. Ведь вода не прощает ошибок и сверхсамоуверенности. По оперативным данным освода, с начала года на водоемах пострадало 26 жителей Брестской области. Из них один несовершеннолетний. В ходе рейдовых мероприятий по запрещенных местам, а также по нашим городским пляжам, было предупреждено с начала купального сезона 155 граждан. Из них 44 – это только дети, которые находились непосредственно без сопровождения взрослых, либо нарушили какие-либо правила поведения у водоемов. Большое внимание уделяется гражданам, отдыхающим в воды, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Мы неоднократно повторяли, что алкоголь и отдых у воды несовместимы. Это всегда может привести к трагедии. Человек, который употребил алкогольные напитки, он теряет координацию. Он не отдает отчет своим действиям и не рассчитывает силы при купании на водоеме. Поэтому мы еще раз напоминаем, отдыхая в водоемах, выбирайте, пожалуйста, места, не запрещенные для купания, чтобы это были обустроены пляжи. Кроме этого, не подавайте плохой пример своим детям, заплывая за буйки, либо демонстрируя броваду на воде по заплывам и не употребляйте опять-таки спиртные напитки. Да, действительно, употребление алкоголя и отдых у воды часто становится причиной гибели людей. И самое главное, о чем должны помнить родители, дети не должны находиться у воды без присмотра. Это правило, которому все взрослые обязаны неукоснительно следовать. Яркий пример тому – несчастный случай, который произошел в Пинском районе. Утонул 8-летний мальчик. Уважаемые родители, в период летнего сезона купального и в период каникул просьба уделять большое внимание деткам, рассказать о правилах поведения у водоемов, не допускать нахождения малолетних без присмотра, ни в коем случае не оставлять детей самостоятельно в воде, даже будучи, если вы пришли на пляж совместно с ребенком. Помните такое правило, что ребенок должен находиться всегда, либо в зоне видимости, либо в зоне слышимости. И кроме этого, мы всегда напоминаем, занимайте детей в период летних каникул различными мероприятиями, отдавайте в секции, кружки, чтобы дети были заняты и не были предоставлены сами себе. Продолжение следует...